вот харборд сквер и зебра ананас специально вытащила на улицу чтобы при дневном свете я я вообще не вижу у них разницы в окраске то есть можно спокойно смело перепутать и вы совсем ничего не заметите склонны они к растрескиванию и те и другие эти тоже в принципе еще как трещат но я склонна к поливу томатов в ненужное время поэтому они склонны к растрескиванию но если другие выдерживают эти лопаются все уже переспели слегка мягкие вот этот томат будет на семена харборд сквер потому что зебра ананас у меня есть семена вот такие вот они красавцы достаточно увесистые но и главное попробуем их на вкус и скажу вам если разница раз я счел предвзятый сейчас мы возьмем людей не предвзятых к этому моменту привлечем и попробуем дать им по кусочку какой сначала зарежем давайте зебру сначала зарежем зебра по ходу попозже потому что не очень много вот таких томатов крупных но не спел их еще вот но уже начинают в цвет покрашиваться а харборд сразу отдал мне всю первую кисть это я передержала конечно надо бы пораньше снять они уже совсем мягкие ты не будешь помидорки за а иди попробуй помидорку мне сначала одну потом другую скажешь какая вкуснее пойдешь нет очень жаль ну конечно съесть ведро зеленых чериков конечно потом уже помидорки глаза не будут смотреть саш что ты желтую схватила ты куда понесла скажи пожалуйста курочкам я сейчас тебе при алена иди сюда курочкам мы помидорки носим можешь попробовать что у тебя тут поделка какая-то в курятнике что лазит я везде лажу так ты можешь попробовать помидоры но это будет тебе дорого стоить также столько же ровно сколько мне попробовать виноград так что давай эти не дам пробовать его не чувствуешь а мне приходится давать я обещала короче давай да что давай делать сейчас я два кусочка тебе отрежу и дам хорошо красивый я такой даже есть правильно опасаешься жалко а дочка твоя курица вносит помидоры пока мы тут это ходим бродим да я и сказал только помидор что тебя не мучить я думаю это пускай части хотя бы отнесет корм хорошо хорошо ничего то виноград тоже скоро созреет не надо про виноград давай ладно все режем давай харбер сквер в разрезе это в разрезе зебра на нас сейчас кусочки буду давать это харбер сквер уже порезала а вот тут кусочки зебра на нас сейчас зададим сравним пока я различий не вижу вот этот кусочек те сначала даю что не скажу это тебе быть не чистый эксперимент нет без преувеличения только давайте дне ну что так я тебя спросить солнце сейчас поставлю харбер сквер теперь попробую вот этот кусочек были на сказал тебя название но ты все равно не знаешь ну что это получше мне кажется то есть харбер сквер тебе нравится больше по вкусу ты знаешь или они похожи похоже что еще кусочек отрезать давай отрежь держи тихо аккуратно нет я не хочу чтобы ты проткнул или поранил другой томат потому что им еще полежать надо будет чуть-чуть не нет времени с ним больше ну короче одинаково не совсем не вкусные амка дети взять невкусные помидоры берет сейчас будет больше понравился вы приблизительно одинаково по вкусу здесь кислинка но так разница особо нет чуть-чуть может быть поприятнее набору зебра на нас типа больше понравился теперь вот сейчас побольше мне кажется что ты это место который кусаешь от томата жутко более спелые плечики чуть менее спелы и ладно короче мы признаем что зебра на нас и харвард сквер в принципе томата одинаковы окрасом стиве скоростью плодоношения точнее скоростью временем это два разных сорта так это разные сорта и вот они так выглядят до одинаково так согласен одинаково тогда и на вкус похоже очень на вкус похоже да может быть просто это чуть спелее до чем-то да а так по вкусу то я не заметил разница особо мне кажется одно и то же понятно это томатный гном урур охра поинтереснее вроде бы интересный вкус мне кажется поинтереснее чем слаще кислее больше на помидор похоже более томатный да будет томатный хорошо так вот такой вот еще тебе дам мягкий как раз он лопнувший самоцвет нефритовый ты можешь весь его съесть зеленый вот что мне нравится но я же спросил тебе нравится самоцвет нефритовый ты сказал только желтые черные черри вот зеленые зрелых давал зеленые похоже это ты сам жрал незрелые стаза если томат зеленый это не значит что годный но черный и желтый черри вкуснее а сейчас черный тебе принесут давай кстати еще один объявленный если помните как раз эксперимент вот этот вот томат это сладкая грозь шоколадная а вот этот вишня черная они даже по цвету вообще неразличима практически тоже на всех крупинки ваши пробуем но он поменьше вот это сладкая гроздь шоколад я считаю что это тоже один практически сорт то есть разницы нет одинаково высокорусло одинаково спелеет кисти одинаковой формы томаты чуть побольше у меня вишня черная но это мои семена а сладкая гроздь шоколад это покупные семена ну что ну да похоже вообще нет разницы тоже ну скажи мне хорошо между черным и зеленым череком да не все череки хорошие с они зрел я так понял не глашу помидор сладкий был ну точно любишь сладкий а вот мне нравится больше когда с кислинкой в томатный вкус с кислинкой мне не нравится помидор я скажу так если поставить рядышком вот такой до крупный помидор и мелкий я вот мелкий с удовольствием с большим схем я крупный а я крупный мне нравится больше серии бифа сердца мясные на вкус и цвет фломастер разный вот это два разных сорта заявлено да да они вообще одинаково абсолютно не могу тоже найти разве но вот это и была часть эксперимента мы тут помидор явно другой какой-то называется кукурука куриная так это для курицы кстати так все в общем а кстати ну-ка давай попробуем банановые ноги раз на то пошло давайте не понравились они понравились эти обладные по моему если это то что ты думал йога но вот спелый говорят что он гораздо лучше эти банановые ноги сами упали с куста ничего особенно вообще это в маринаде он очень хорош маринаде я помню длинная сосиска она держит форму хорошо спасибо живописное описание я помню маринаде да а вот так в принципе ничего особенного а все вот эти сосиски и вот это вкуснее гораздо а вот это посмотришь это сарделька кремовая вот давай поспелее может быть вот эту и другой сорт сарделька кремовая короче сегодня не обедаем походу другой сорт да да больше кислит чем банановые ноги но вкус какой-то знаете более вот из-за кислоты поглубже помидорной что но они тоже вот я для маринада беру я буду заливать их томатным соком и делать томаты собственном соку без шкурки в томатном соке вот для этого очень хорошо вот это вот форма вытянутая средние томатики очень приятно а самоцвет нефритова его носу бьют чтоб ты понимал носок в нем много сахара на самогон пойдет ладно все прощайся всем пока дегустация окончено началось поедание сейчас вся будет помидоры тебе вкусно кто это тут такой за грызун а